Рахманов на Тайсон, он такой крепко сбитый, да, с покатами наоборот, плечами, его, вот, пожалуйста, ну, по-моему, чисто боксерская стойка. Ну, почему-то сокращать дистанцию он еще не спешит. Боксер вроде бы должен был подходить. Сразу же. Да. Потому что у него рычаги не очень длинные, чтобы работать на такой дистанции. Ну, я смотрю, он еще и подвижный парень. Во всяком случае, в начале поединка, вот, двигается достаточно хорошо. Но что, действительно, что дальше он будет, непонятно. Действительно, интересный такой вариант вот этого боя, когда боксер не очень высокого роста состязается с парнем, который выше его на 10 сантиметров. Ну, пока, вот, смотрите, вот, стойку меняет туда, то правостороннее, то левостороннее. Ну, пока он двигается, разрывает дистанцию. Сейчас на более такой безопасной дистанции сейчас находится, потому что... И руками, и ногами не достанешь. Да, но что-то народ в зале уже начинает роптать. Потому что, извините, сколько времени прошло, а активных действий вот со стороны, например, того же Милиса Абдрахманова мы не видели. Да, вообще никаких попыток. Он просто пока вот двигается, обороняется, уходит постоянно. А Индио Маханов, так сказать, ну, хотя бы, вот, получается, что гоняется по октагону за своим соперником. Но я думаю, что не очень нравятся, конечно, такие поединки зрителям, тем более, что уже две минуты-то прошло. Ну, и что же мы увидели в исполнении вот этого вот парня из Кыргызстана? Пока ничего. Ну, надо же, наверное, что-то уже предпринимать. Ну, он сейчас вроде бы засуетился. Да я тоже на это обратил внимание. Суета ради... Нет, бегает хорошо, молодец. Ну, вот, даже не обменивается, что очень странно. Боксер, он должен был, наоборот, разрывать вот эту дистанцию, подходить, подходить, и пытаться вот выйти на ту дистанцию ближнюю, да, вот, при его этих не таких достаточно коротких рычагах и постараться с ближайшей дистанцией работать. А вот интересно, а Индио Маханову, что в этом случае делать? Ну, что, действительно, не будешь же гоняться за этим парнем по октагону? Ну, других возможностей нет, он должен как-то вот... постараться вот. А с другой стороны, может быть, ему сказали, что этот парень боксер, и, в общем-то, Аинди, и опасается пропустить удары, акцентированно. Ну, что, ну, вот так вот можно. Первый вот, первый клинч. Нет, просто вот... Милиса Абдурахманова, он постоянно уходит, бегает, и поэтому Андио Маханову тяжело приходится постоянно за ним бегать, и постараться вот как-то попасть в него, когда вот тот уходит очень быстро. Да, ну, парень действительно быстрый. Вот мы видим, вот да, вот только Андио замахивается, тот убегает уже практически. Ну, и я хочу сказать, для тех, кто, может быть, прослушал объявление Мурата Дикаева, в Андеркарде у нас были двухраундовые бои, а вот это бои уже трехраундовые. То есть, в общем, парням надо еще и силы, наверное, где-то как-то экономить, чтобы их хватило на три раунда. Если там, ладно, ты вот выложил... Мы же видели, да, вот когда выкладывается кто-то в первом раунде, одна минута второго, и все, силы кончаются. Да. Но я еще скажу, что Милиса Абдурахманов неплохо защищается от проходов ног, и почему-то он мне не похож на боксера, его действиями и вот манерой боя. Вот я бы не сказал, что он боксер. Я думаю, просто написали, чтобы как-то... Нас вести за кружки. Да, да, вот именно. Не только нас, а своего соперника, чтобы вести за кружки. И так может, да? Конечно, такое часто встречается. Я думаю, что это такой случай, потому что боксер, я думаю, он бы так себя не вел. И очень хорошо защищается от ног, прохода в ног. А вот, Ахмед, такую тактику, например, Милиса Абдурахманова, да, что вот вымотать действительно своего соперника вот такими рывками, да? Ну вот мы наблюдаем, как сам он ныряет в ноги, сам ныряет, пытается еще взять шею. Очень странно, вот, для себя боксера, вот я скажу. А видео, в общем-то, есть. Ну вот, будем смотреть дальше второй раунд. Как будут себя вести Аинди Умаханов и Милиса Абдурахманов? Боксер против вольного стиля. Да, ну, как-то вот... Ну, почему-то вот очень странно ведет наш боксер. Не похоже он на боксера. Даже двигается не как боксер. Стойка даже не та. Ну, немножечко, немножечко он похож. Ну, потому что такой взбитый, вот поэтому... Ну, да, нет. Ну, вот, смотрите, вот, удары ногами. Ну, действительно. Поэтому он удары ногами проводит лучше, чем руками. Мы же ждали, что сейчас он уже на седьмой секунде сократит дистанцию. Да, да. Не знаю, удары, может быть, по корпусу, может быть, в голову. Но что-то напоминающее бокс, а нет ничего. Конечно, конечно. Так же стойки нету такой боксерской. Слишком, слишком, слишком разведены локти. Видите, как локти они вот? Они должны быть более прижаты. У боксера они уже на автомате будут прижаты. Нет, это коне, ребята. Это не боксер. Сейчас весь зал, конечно, будет болеть за Индию Маханова. Потому что вот такие пробежки в спортхоле Колизеев, в Грозном, по октагону. В общем-то, ну, единственное, что он за Индию, судя по всему, никак не может определить, с чего ему начинать вообще. Как ему бить вот этого парня, который все время от него бегает. Ну, да, вот бегущего бить тяжело было. Это да. Во-первых, надо сначала догнать. Конечно. Вот, видите, он проходит в ноги больше, чем бьет руками. Ну, Индию Маханович, кстати, не страшно. Адеморбах ушел от этого прохода. А во-вторых, вот, пожалуйста, что... Провел борцов за шаги, за шаги вами. Очень хорошо, грамотно провел. Но, с другой стороны, вот в подвижности, вот, Мелису Абдрахманову не откажешь. Про его спринтерские, да, качества мы уже рассказывали вам не один раз. Вы сами видели. Да. Конечно, не Усейн был, но бегать умеет. Да, неплохо. Неплохо бегает. Да, конечно, в каждом вот таком бойцовском вечере бывает один поединок, вот, ну, на который смотришь и думаешь, ну, может быть, уже кто-нибудь начнет какие-нибудь действия предпринимать более или менее активные. Ну, вот, Анди постоянно предлагает, а тот просто постоянно убегает, убегает и не входит в вот этот клинч, не в ударную, вот, никак вот. А вот интересно, вот, я не знаю, в борьбе бы, наверное, уже за пассивное это ведение объявили, предупреждение-то могли объявить, нет? Ну, если бы убегал бы, да. Да? Конечно, конечно. Ну, вот, пожалуйста. А в ММА, пожалуйста, убегай сколько хочешь. В партере сколько хочешь. Да. Ну, вот обратно попытка прохода. Нет, вот этот захватов... Ну, он просто уходит тоже достаточно, да, легко. Он очень, он видит, видно, он физически очень крепкий, тяжело бывает его удержать, не больше. Нет, не боксер. Явно не боксер, правда. Нет, сто процентов не боксер. Да, вот, руки, вот, все, вот, как, нет, вот, видите, когда он замахивается даже, он проваливается. Это явно не боксер. Да, и, ну, за Инди просто, наверное, нужно ему подсказать, что и как. Ну, опять же, все упирается в то, что нужно догнать своего соперника. А это очень трудно. Да. Ну, если был бы, если они были бы в ринге, он поставился бы загнать в угол, не отпускать. А здесь, вон, в октагон, здесь уйти легко. Хотя может прижать. Опять, молодец, хорошо сейчас бросил, но не до конца. Ну, вот, наш боксер, видите, как хорошо борется. Неплохо. Как он уходит от прохода. От ног, как он уходит, как защищает ноги. Он больше на борца похож, чем на боксера. Вот так мы разоблачили, понимаете, людей, которые писали, что на Мелисов дрожит. Побиться. Третий раунд. Третий раунд. Еще одна пятиминутка. И ждем, ждем действий. Хоть с чьей-нибудь стороны, ну, правда. Ну, вот первый лоу-кик в исполнении Андрея Муханова. Еще таких два-три удара, и, я думаю, наш бег прекратится уже. Ну, если достаточно мощные и сильные удары, вот, лоу-кики у Андрея Муханова, то да. Но нет, вот, что касается тактики, Мелисса Абдрахманова, ну, ей-богу. Вот такое ощущение, что приехал, а зачем приехал, толком для себя не уяснил. Пусть все так и крикнуть, а инди, но иди уже вперед. Вот смотрите, как он бьет руки, как проваливается. Скользко, я это. Быстрее вытираем полотенце сюда. Ух ты, какой у нас рефери-то волевой, да? А, быстрее полотенце взял там. Вот так вот. Да. Сначала побегал, затем ему скользко стало. Да. Ну, вот приглашай таких. Да, зрители недовольны. Да не то слово. Теперь, может, еще что-нибудь придумает. Может быть, это тоже, вот, я не знаю, прием, не прием, а просто вот вывести соперника из себя, чтобы он уже стал на тебя бросаться. Да. Можно было бы подловить. Ну, лучше бы инди подловил вот этого. Молодец, перевел обратно в парк, и сейчас нужно сейчас добивать. Уже некуда бежать. Двуечки такие, да? Даже слышно, как пробивает айнди в махану. О, звуки боя, это тоже очень интересная штука. Так, ну, бегать-то мы умеем. Посмотрим, как мы умеем вот выходить из таких положений. Вот так, хорошо, грамотно сейчас вышел айнди в этой ситуации. Занял вот боковую позицию, очень удобную для добивания. Сейчас вот поставил колено, может сейчас сесть на него. А вот так вот можно удерживать, да? Конечно, конечно, он полностью давит вот этим коленом. Центр тяжести переводит вот на эту точку. И очень неприятно бывает. А он на бедре-то, да? На левом бедре у Мелисы Абдрахманова следил у киков. Да, хорошо попал. Ну, пробует он, конечно, вывернуться. Время у нас третьего раунда подходит к своему завершению. Чуть больше полутора минут. Поднимать соперников в стойку, наверное, рефери не будет, потому что достаточно активно они себя ведут в партере. Да, сейчас активная работа идет. Извините, Мелис Абдрахманов пытается сейчас выйти из этой ситуации. Ну, а Димаханов вот все-таки вышел. Фух. И на пробежку. Да. Так, ну что, минутка у нас остается до окончания третьего раунда. Не хотел бы я быть боковым судьей в этом поединке. Нет, почему здесь? Очевидно, это единогласным решением отдадут. Потому что со стороны Мелисы Абдрахманова там не было никаких попыток, кроме как бегать. А вот Айнди Умаханов бросал, переводил в тейкдаун, бил. Нет, вот поэтому и не хотелось бы быть, так сказать, боковым судем, потому что считать практически было бы нечего одного из бойцов. Конечно, конечно. Там чисто в одни ворота сейчас. 30 секунд до окончания боя. Ну, пока у нас это все не закончилось. Вот мог Айнди Умаханов как-то чуть поактивнее себя повести? Нет, на самом деле он очень правильно все бежит. Там лишь без лишнего движения. Потому что если на него бежать, он может там выкинуть любой удар и может поймать Айнди. Поэтому он очень грамотно сейчас делает. Он бьет, бегает за ним и... Ну, все. Вот это последняя пробежка за Инди Умаханова. Да иди, что уже в конце концов отсюда. Да, веселый бой, что можно сказать. В общем-то функциональная готовность действительно хватило. Это мы другому отбегали. О противостоянии единогласным решением судей победу одержал Айнди Умаханов. Клуб Ахмах, Россия. Продолжение следует...